приветствую всех на моем канале меня зовут катерина волошина я художник и сегодня расскажу как я описала вот эту чудесную картину это свободная копия с картины прекрасной художницы микки сын карик не забудьте поставить лайк пишите комментарии подписывайтесь приятного просмотра так на моей палитре белила титановые голубая фц турецкая голубая лимонный желтый корабла красный прочный ум про натуральная ленинградская такие основные цвета я часто очень картины пишу именно такими такой палитрой итак начинаю с наброска самого самого рисунка сразу кисточкой красочками и на этой картине есть такая арка окно через которое видно море боковые линии будут вертикальные нижняя линия этого окошка будет горизонтальная а верхняя часть это арка такая закругленными краями не сильно заостренная не сильно закругленная а слегка за закругленная так добавляю голубую фц чтобы сделать поярче эти линии чтобы их было более отчетливо видно у этой арочки есть утолщение и и к верху она будет уменьшаться также обозначим вот сам подоконник и справа арочка будет к нам ближе подступать здесь какой-то выступ горшочек с цветочками тоже так не вырисовываю просто слегка намечаю а слева будет круглый горшочек тоже с такой шапкой цветов сверху и ближе к нам квадратный горшочек тоже с цветами с яркими красивыми цветами я не ставлю своей целью сделать точную копию с картины художницы микки синкарик мне нравится ее сюжет и я делаю такую же картину но не точную копию лишь от нее отталкиваясь такая свободная копия и так а арочку сделали и в арке видны и горы море их тоже намечаем прям сильно вырисовывать не надо слегка слегка вот так вот как они будут идти это намечаем потом по ходу того как будем закрашивать конечно формы уже будем корректировать вот поэтому сейчас это такой первый самый первый наброс и чек так и линия берега и кисточку я вытираю сразу об этот холст так верхняя часть неба будет темная темнее небо сверху всегда темнее туда я беру турецкую голубую совсем немножко голубой фц и белила и чем ниже небо тем она становится светлее добавляя больше белил здесь я работаю кисточкой синтетикой это такая средний номер 18 или 20 вот и и формата холста 30 на 40 вот ниже небо сам все светлее и светлее всегда начинаем картину самых дальних мест до сидеть на этой картине самое дальнее это небо поэтому с него и начинаем и растушевываю сразу и кисточкой чтобы было чтобы был плавный переход добавляю еще белил вниз небо чтобы было сверху темнее снизу светлее вот здесь так видно плавный переход получился от темного к светлому и на кисточке у меня осталась краска я ее не вытираю тряпочку я ее вытираю а сам холст в том месте где будет море потому что в море очень много оттенков и в море также отражается небо поэтому небесный оттенок нам также нужен вот то что небо мы рисовали и вытерли кисточку а небо так как проверить чтобы вертикальные линии у нас были вертикальными и не наклонены подносим кисточку к краю холста пальчиком замеряем где у нас начинается линия и и снизу и сверху замеряем это должны быть одинаковые промежутки то же самое и горизонтальная линия пола тоже для себя вот так вот проверили что она действительно горизонтально не завалившиеся так и дальше я перехожу к дальним горам это голубая fc с белилами и немножко крапла красный прочный он придает такой сиреневатости вот получился меня серии сиреневый такой синий сиреневый оттенок это будут дальние дальние горы верхушки этих гор темнее вот видите я только верхушки закрасила чуть-чуть протянула эту красочку к низу но не до конца дальше я беру белила и снизу уже тяну белила к верху кисточку я не вытирала поэтому красочка у меня не чистые белила а такой слегка сиреневатый оттенок получается и вот снизу я его тяну к верхушкам гор то есть таким образом я соединяю темный верх светлый низ делаю такую растушевочку и получается вот эти дальние горы они как в тумане как будто снизу туман они очень далеко они приглушенные оттенки такие приглушенные не насыщенные потому что это вдали да здесь как раз получается воздушная перспектива а вот перед горы которые ближе к нам они будут уже насыщенней сверху синим сделала я си это голубая fc немножко белил также опять если мне надо вытереть кисточку я вытираю и о тот промежуток где у меня будет море вот и дальше продолжаю горы опять белила взяла и снизу тяну к верхушкам гор также получается растушевочка внизу они совсем светлые к верху они темные такая туманность возникает еще белил добавляю и растушевываю соединяю низ и вверх сейчас я сначала делаю горы такими голубыми потом уже буду добавлять и охру в них и другие оттенки на передней горы зелень буду добавлять так немножечко выделю нижнюю часть гор чтобы они все таки не сливались у меня совсем уж с морем ну так вот растушевываю прям слегка слегка вот выделила так и чуть-чуть желтоватого я здесь добавилась белилами тоже добавлю все это в море чтобы не чистыми белилами а вот слегка с таким приятным оттенком желтый с турецкой голубой дает такую красивую красивый оттенок и я его добавляю в море вообще голубая турецкая мне очень нравится такой интересный такой цвет и начинаю добавлять в море вот эти всякие разные оттенки все это растушевываю чтобы полностью закрасить но растушевываю не до такой степени чтобы это было одним тоном а чтобы были разные разные оттенки в море и голубую фц добавляю и чтобы это были таки плавные переходы если заходите на стенку ничего страшного потому что когда уже будем рисовать и стены тогда все эти закрасятся вся эта красочка которая на них вылезла к берегу посветлее сделаю небо такими тоненькими полосочками рисую как будто волны там на море добавляю свет светлых оттеночков где-то подрастушевываю где-то оставляю не не растушевывая их чтобы море получилось интересного цвета и сиреневатый туда добавлю чуть-чуть вот крапла красный синим чем больше оттенков моря тем она интереснее чтобы она не была таким однообразным одного тона одного цвета вот оно должно все переливаться в нем должны быть и отражаться и горы и небо и какие-то свои оттенки еще должно иметь и я делаю это до тех пор пока мне не устроит меня результат пока море мне не начнет нравится так и немножко сиреневого в горы уже такими движениями кисточки постукивающими я добавляю что бы это было не какие-то вот такие плавные полосочки а как как деревья там или камни чтобы это была какая-то фактурная поверхность на горах сделаем интересные с самим горам интересные верхушечки туда же зеленого ну зеленый это голубая fc и я желтый не желтый лимонный это же такими легкими касаниями чуть-чуть добавляю вот зеленцы и гора которая ближе к нам она уже на ней уже больше видно зелени поэтому ее как раз я и начинаю с зеленых оттенков светлые зеленые потемнее это такой лес с желтым такой зеленый посветлее да и если не кисточку надо вытереть от зеленого я вот вытираю в тех местах где у меня будет потом зелень так делаю прям легкими касаниями кисточки кончиком кисточки делаю разные фактуры на этой горе и опять вот кисточку вытираю вытираю там где у меня будет зелень умбра натуральная ленинградская с белилами такой приглушенный светлый коричневый оттенок если туда добавить голубой fc то она будет более сероватым вот и если кисточку надо вытереть можно вытереть уже такой коричневатый оттенок а стену потому что она будет коричневого оттенка и вот это ближние ближний склон там тоже разные оттенки коричневая земля голубые тени вытираю кисточку вытираю не боюсь и ближе к берегу вода будет светлее там будут волны поэтому я их и добавляю добавляю белила чтобы обозначить волны прям тоненькой полосочкой вдали кисточка у меня плоская поэтому можно ей делать разными движениями получать разные результаты и тонкие полосочки широкие полосочки и даже точечки если совсем кончиком кисточки работать дальше желтый с краблаком красным такой теплый коричневый получается теплый оранжевый его тоже добавляю на этот склон так здесь я взяла другую кисточку поменьше она у меня такая закругленная вот эту кисточку я вытираю да там где коричневый цвет пол вытерла я и на горах там вдали будут домики вот я добавила каких-то таких белых пятнышек то ли домики это то ли камушки белых точечек для интересности я туда добавляю и так желтый краблак красный умбра натуральная ленинградская такой коричневый теплый цвет получается этим домиком мы сделаем крыши далее они не отчетливые совсем непонятно лишь такой намек на какие-то домики на ближнем склоне тоже этим белым пятнышком поставим домики сделаем поставим крыши еще зелени добавим между домиков ниже так вот на склонах появляется зелень а ближе к нам склон он уже будет более яркий более насыщенный там и зелень насыщенный тем дальше тем приглушение цвета и выделяю края берега который соединяется с морем по сделай его потемнее сам берег светлый а линия между водой и землей она будет почетче поярче вдали она еле заметная таким сиреневатым цветом выделим еще хочется красочки добавить мне такой сиреневый на тут среднюю ту гору может какие-то деревья будет будут вот и линия между водой и между берегом я ее кое-где делаю потемней чтобы он был более отчетливо виден где заканчивается суши и где начинается море и остатки краски из кисточки на пока не тронутые места холста я вытираю кисточку вот так вот выделили сушу так и приступаем уже к местам которые к нам ближе это арка и и я закрашиваю таким коричневым цветом коричневый это крапла красный прочные желтый то есть и туда же ум про добавляю где-то это будет темнее коричневый где-то светлее где-то он теплее где-то холоднее да не делаем всю поверхность однотонной одной краской меняем краску добавляем где-то более теплых оттенков где-то холодных оттенков чтобы чтобы вся поверхность играла они была однотонной добавим белил туда еще краплака еще омбры с белилами это получается такой коричневый приглушенный светлый еще я добавила желтого вот желтые сумброй он такой и зеленцу отдает и закрашиваем все все эту поверхность с правой стена будет темнее слева стена у меня посветлее когда мы закрашиваем то как раз уже тут стараемся выровнять вертикальные полосы здесь уже нужно чтобы они были ровненькие вот из слева стена она у меня светлее немножко света на боковую часть я добавляю так и с самого левого края будет темнее так как там пойдут будут растения от них тоже будет тень на стены падать так стена между полом и подоконником тоже такая коричневая серая вот сам подоконник он будет светлый но сначала его делаем темным выделяем а уже поверх накладываем светлый цвет и слегка растушевываем вот и получается темненькая полосочка отделяющая подоконник от моря пол тоже таких коричневых оттенков это умбра краплак желтый все также я закрашиваю закрашиваю сейчас захожу сразу вот там где у меня была зелень все это закрашиваю все что коричневым ближе к стене там идут такие голубые оттенки это рефлекс от неба поэтому он слегка он такой ярко выделенный рефлекс поэтому и добавляем и его вот не совсем чистый коричневый коричневый с добавлением разных оттенков так и этими же цветами такими коричневыми я начинаю рисовать и горшки у квадратного горшка часть с права она светлее слева будет темнее так как там будет тень то же самое на закругленном горшочке справа будет падать свет поэтому он будет светлее справа и так как он такой закругленный поэтому и свет на нем за круглую такой округлой формы выделяем выделяем горшочек темненьким а сверху же накладываем светлый 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 оттенок и еще выделим светленьким прям белила у меня тут чуть-чуть примеси умбры голубой на больше белил и на полу тоже делаем светлые участки вот такие вот разные разные оттеночки я добавляю вот захотелось мне добавить что охры охры чтобы сделать потеплее эти горшочки охра также с белилами в охру добавлю краплака красного с желтым и вот такой теплый коричневый оттенок в тень умбру натуральную ленинградскую и от листвы сразу делаю тень тоже намечаем на квадратном горшочке тоже тень от листвы вытираю кисточку пол где-то тоже голубой рефлекс на будет она горшочках рядом с горшочком на полу темную умбра натуральная выделю низ чтобы от горшочка чтобы было отчетливо их видно и низ той стены так все боковые стены тоже выделяю опять замеряю чтобы у меня было все ровно чтобы стена у меня не поехала вертикаль не наклонилась проверяю и если нужно то можно и скорректировать так тут у меня к сожалению четкость на камере подвела вот я делаю облака на небе их можно было сделать сразу когда я только небо рисовала ну я как-то про них не подумала забыла поэтому сейчас пока я еще стенки не закончила я вот как раз займусь и облачками такой розоватый тепленький будет вверх у облаков и в середине все по серединке облаков будет синева вот немножечко захотелось мне подкорректировать горы добавить темненького выделить их светлым снизу вот сделать эту среднюю гору не такой высокой что то меня смущала эта высота поэтому я ее сделала пониже масло такой замечательный материал который позволяет вот картину все что если что-то не понравилось все можно изменить так и здесь уже пошли детали детали на этой арочки выступы их светленьким выделяю с одной стороны будет и с другой стороны также на глаз я определяю где она будет светленький выделили темненького добавляем еще рефлекса голубого на эту стеночку добавлю вот когда рефлекс они вообще объединяет всю картину то есть у нас небо голубое море голубое то конечно же будет и на полу и стенах тоже будет голубой цвет чтобы они не были вот тут как раз видите здесь вот нужно скорректировать скорректировать стену чтобы она была ровненькой вот если голубой цвет голубой цвет должен быть по всей картине чтобы объединять в единое целое вот здесь уже я добавляю пятен работаю пятнами темные пятна светлые пятна чтобы уже более таки отчетливые были стены и кирпичные или каменные поэтому они неровные они не будут однотонные они будут с разными с разной фактурой делаю почетче выступы на арках тоже голубые рефлексы тут я попробовала сделать их поярче но это оказалось как-то слишком ярко таким способом как вытираю кисточку холст до вытираю кисточку разные участки и тем самым вот и добавляется разные фактуры еще света на эти выступы с этот же свет отделите арочку туда этого же цвета такой вот светло-желтоватый с охрой добавить на стены разными разными движениями горизонтальными и вертикальными где-то подрастушевать где-то оставить четкими и вот так появляется фактура стены темных добавить коричневых каких-то теплых оттенков холодных и так появляется вот разные разные фактуры такие как камушки как выделяется здесь вот этот голубой я работаю с выступами добавить света добавить тени выделить их поярче сделать поднимите нюшечку поярче и этот же это мне умбра с охрой и вот разных разными такими движениями вертикальными и горизонтальными я добавляю вот такой фактуры на стену и получается как будто видны кирпичики или камушки вот по этой дальней стеночки я прям нарисую эти камушки так чтобы был только намек на них чтобы они с не сильно выделялись света им добавим добавили света добавили тени и получилось объемная уже стена и голубых рефлексов на голубой он будет вести голубой и добавим на стену потому что на стене его уже стало мало видно так здесь впереди справа такой небольшой выступ сразу его намечаю так еще света на подоконник там будет свет падать на выступы эти вот на арке тоже света добавить и свет на пол то просто вот вытирая кисточку а пол и уже видите сколько разных разных оттенков и на стене и на полу то есть работаем добавляем множество разных оттенков что-то перемешивается на холсте сразу появляются новые оттенки где-то по четче где-то по растушеваний и получаются разные интересные фактуры еще я растушевываю эту боковую стеночку что-то на мне все никак не нравится еще света на пол добавим таких прям совсем светло-голубых и уже пятнышками начинаю работать с фактурой пола тоже разные оттенки охра с белилами охра с умброй и где-то получается они темнее где-то они светлее охра с желтым с краплаком красным такой теплый коричневый цвет вот разные разные вот такие получается камушки разных абсолютно оттенков не делаем пол одного оттенка делаем его вот прям разные чтобы он играл разными цветами когда я делаю намеки на камни пол каменный неровный вот я делаю умбра натуральной тоненькой кисточкой я начинаю вот делать такие полосочки чем туда дальше ближе к окну они будут уменьшаться ближе к нам они будут расширяться перспектива то что дальше то меньше света добавили темных полосочек добавили светлых полосочек чтобы все это было все играл и не делаем полосочки одинаковыми где-то они тоньше где-то они толще где-то они растушеванные где-то они более четкие и появляется фактура полом то есть мы ее не выписываем каждый камушек а вот просто добавляем добавляем оттенков и эти камушки у нас сами и появляются и тоже работаю над полом до тех пор пока он меня не устроит пока он мне не понравится как мне все понравится тогда я и перестану им заниматься но не до того момента как это будет идеальным до идеалом не надо ничего доводить потому что это можно тогда вообще над одним участком работать бесконечно вообще стремление к идеалу это такое плохое плохая привычка в рисование рисование нужно больше свободы больше незаконченности какой-то наоборот лучше чтобы было где-то вот и что-то не четкая непонятная так будет картина более интересная никаких вот ровных линий они да на полу они должны быть чуть искривлены так все с полом я закончила перехожу к веткам к цветам сначала ветки темные веточки вот вырисовывая они такие разные закругленные какие-то преломляются с правой стороны это будет луковица лук и лук висеть это же сначала светлыми полосочками потом темных пятнышек добавлю это серединке луков еще где-то света добавлю и начинаю с к самому приятному перехожу это уже цветочки цветочки тут прям красный я кадмий красный светлый и сделала много много красных пятнышек потом смешала желтым до получился оранжевые добавила в эти красные оранжевых потом зеленые добавляю и сразу начинает все это играть зеленый у меня не однотонный он такой и где-то зеленый где-то желтый где-то синего будет тоже зеленые разные разные оттенки все должно быть разных оттенков и здесь уже такими толстенькими мазочками да так как это передний план здесь уже начинаем прям толстыми мазками накладывать разные оттенки зелени светлые наложили темные наложили где-то еще захотели светлого еще положили много-много таких листиков и делаем вот пышными пышными наши цветочки перехожу к цветам которые будут по стене сначала темные листья это темный зеленый с голубой фц здесь скорее всего у меня изумрудный зеленый вот в цветочке также желтенького такого светлого желтые с белилами я добавляю видите как то красные оттенки оранжевые вот эти вот белила с желтыми и цветочки заиграли сразу они ожили они у них появился объем так перехожу опять к листве сначала была темная листва теперь листва светлее здесь уже желтые добавляю в голубую фц либо если это просто зеленый краска зеленая то туда тоже желтенького добавляю и много-много-много и вот этих вот листиков там где-то будут видны стебельки этих растений совсем светлые потом такой светлый зеленый это уже с добавлением белил и опять много-много-много листвы добавляю опять где-то будет веточка светленькая вот чем больше тут то листы но они такими маленькими пятнышками дает листики прям мелкими мелкими пятнышками и справа тоже здесь кустик тоже тоже туда добавим листвы и так еще надо не забыть про столик он будет выглядывать вот из той стены которая справа у него тоненькие ножки тоненькие ножки там четыре ножки ну мы видим только три вот умбра я я его очертания сделала а потом уже светлым цветом такое тут с белилами разбили лами я уже закрашиваю сам стол добавляем у тоже немножко фактуры так дальше будут вырисовывают тоненькой кисточкой нам-то меня тоже плоская и я тонкой частью вырисовываю стул сначала умброй сам силуэт а потом буду добавлять светом уже буду его и закрашивать и буду добавлять свет и и в ножки вот смотрите чтобы ножки нигде там не пересекались чтобы ножки стола и стулья они не соединялись а вот ножки стола они выходили за ножки стульев так и теперь уже добавляю света такое светлое сиреневый светло-голубой стульчик будет уже это перешли к таким вот мелким деталям которые придают картине интересность и законченность когда чем больше каких-то мелких деталей которые там захочется рассматривать тем картина будет более интересная какие-то вот узорчики на стульях так можно тоненькой кисточкой можно такой плоской кисточкой и потом свет уже на стеночки на вот на ножки стула на каемке стола вот на эти украшения на стуле довести вот добавить света такими прерывающимися линиями не не четкими а вот чтобы были какие-то промежутки где-то темный где-то светлый на ножках стола тоже самое свет добавляем что все это заиграла еще света на эту стенку можно добавить и этого же света этот с 1 пальчиком я растушевываю так и на столе фужеры с вином и само вино два бокальчика здесь белилами я их рисую белилами а потом в них добавлю уже и самого света вина так бутылкой с вином такой у меня зеленоватого цвета так темные омбра я ее выделяю выделяю под бокалами добавляют тени от бокалов от бутылки так этикеточка на бутылочке будет видно какая-то такая блики на бутылочке тоненькой маленькой кисточкой мы это вырисовываем и такой темный красный будет внутри бокалов это само вино немножечко рефлексов сверху омброй каких-то темных пятнышек добавлю как будто там надписи вот так и на луке тоже темный выделю вот а это не лук это чеснок извините это чеснок вот у него такие серединки с темненькие вот как раз я их выделю так и к ближнему перехожу горшку с цветами тоже но много-много от него идет таких стебелечков тоненьких они не совсем ровные такие кое-где извиваются вот сначала одним цветом я набросала потом взяла другой набрасываю листву зеленым к низу будет листва более темная здесь уже с голубой фц зеленая перемешана вот на сверху этих темных листьев светлые листья добавляем чтобы получился такой объемный куст потом желтый зеленый тоже где-то с белилами таких светлых оттенков и сами цветочки они оранжевые на этом кустике здесь у меня это можно кадми красный с желтым смешать вот это же такими объемными мазочками я наношу эти цветочки к низу они темные у них серединочки такие темненькие и сверху на этих цветочков добавляю еще желтых лепесточков чтобы они сразу стали яркими вот и много можно их много-много делать здесь у нас такие красные тоже добавим еще каких-то темных темных точечек вот и конечно же здесь тоже нужно много сделать цветов здесь будут красные цветы поэтому сначала темно-красные я делаю мазочки много-много темно-красных пятнышек много темно-красных а сверху таких розовых это кропла красный прочный с белилами он дает такой приятный розовый цвет и поверх этих темных красных а точек я вот добавляю много светло-розовых хаотично в разных разные стороны потом добавляю еще белил еще светлее розовые получаются и делаем их тоже потом если захочется еще опять темных добавляем вот и делаем много-много таких пятнышек так и лепесточки сделаем на полу которые упали на пол тоже они так интересность такой придают много-много лепесточков опавших можно цветов еще больше добавлять что я и сделала везде я добавила больше цвета и более такой насыщенной картина получилась яркая жизнерадостная надеюсь вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь всем отличного настроения и до новых встреч пока пока